Начнем лекцию про механизмы гиперчувствительности. В соответствии с рекомендациями экспертов Всемирной организации здравоохранения по лиркологии, в 2001 году было дано современное определение понятию гиперчувствительности. Гиперчувствительность – это объективно воспроизводимые проявления и симптомы, развивающиеся при воздействии определенных стимулов в дозах, не вызывающих этих проявлений, и у человека в условиях физиологической нормы. Наряду с термином гиперчувствительность существуют термины аллергия. Который был впервые введен в 2006 году еще в перген для обозначения состояния измененной реактивности организма на различные вещества. Тиминотопия – это генетически детерминированная способность организма к продукции избыточного количества иммуноглобулина Е на низкие дозы антигена, в основном белкового происхождения. Гиперчувствительность, патофизиологические стадии гиперчувствительности протекают в нескольких стадиях. Первая стадия – иммунная стадия. Длится от момента первого контакта иммунной системы с антигеном до формирования сенсибилизации. Следующая патохимическая стадия включается при повторном контакте аллергенно-симмунной системы и характеризуется высвобождением биологических активных веществ. И патофизиологическая стадия, характеризующаяся нарушением функционирования клеток и тканей, под влиянием биологически активных веществ и завершается развитием клинических проявлений. Различают несколько вариантов гиперчувствительности. Реакции немедленного типа развиваются через 15-20 минут после повторного контакта с антигеном. Поздние отсрочные реакции немедленного типа развиваются через 4-6 часов после повторного контакта с антигеном. И реакции замедленного типа, которые развиваются через 24-72 часа после повторного контакта с антигеном. Современно существует классификация гиперчувствительности, которые еще в 1969 году предложили ученые Роберт Кумс и Пау. По классификации гиперчувствительности данных ученых на сегодняшний день определяем 4 типа по механизму развития гиперчувствительности. Первый тип – это атопия и анафилоксия. Этот же тип гиперчувствительности называется немедленной гиперчувствительностью, также называют реагиновым типом или иммуноглобулингезависимым механизмом. Второй тип гиперчувствительности – это цитотоксические или цитолитические реакции. Третий тип гиперчувствительности – это иммунокомплексный механизм, еще также называют болезни иммунных комплексов. И четвертый – клеточно-посредственная гиперчувствительность или гиперчувствительность замедленного типа. На сегодняшней лекции мы остановимся только пока первому типу, то есть реакциям немедленной гиперчувствительности. На этом рисунке видны все механизмы, которые участвуют в этих четырех типах гиперчувствительности. Давайте более подробно остановимся на реакции гиперчувствительности первого типа. В этот тип объединяются реакции атопические и анафилоксии. Как мы ранее уже упомянули, механизм развития гиперчувствительности протекает стадийно. Первая стадия иммунологическая. Поступивший в организм антиген, его же называют аллергеном, антиген, который вызывает гиперчувствительность, называемый аллергенами. При первичном поступлении антигена в организме вырабатываются антитела, так называемые цитофильные классы антитела, это иммуноглобулин Е. Также могут участвовать иммуноглобулин G второго и четвертого подклассов, которые прикрепляются к клеткам-мишеням первого порядка, которыми являются базофилы и тучные клетки. Здесь видно, преимущественно антигенами, вызывающими первый тип гиперчувствительный, являются экзогенные антигены, которые поступают преимущественно на покровные ткани, это слизистые оболочки, кожа. А мы знаем, что на слизистых оболочках и на коже антигенопрезентирующими клетками являются преимущественно дентритные клетки. Антиген, поступивший через покровный барьер, поступая в ткани, захватывается антигенопрезентирующими клетками, далее подвергается процессингу и презентации. В данном случае антиген в результате процессинга перерабатывается с белками MHC 2 класса и презентируется Т-лимфоцитом. Наивные Т-лимфоциты в окружении слизистых оболочек, под влиянием факторов, вырабатываемые эпителиальными клетками слизистых оболочек, в частности, преимущественно это цитокины, такие как TGF-бета, подвергаются дифференцировке, и это, конечно, наивные Т-хелперы дифференцируются Т-хелперы-2, выделяя цитокины интерлекин-4. В свою очередь Т-хелперы-2 массивно начинают вырабатывать интерлекин-4, 10, 13, которые вызывают дифференцировку В-лимфоцитов. И в первичном иммунном ответе, то есть когда поступают антиген впервые, происходит избыточное образование иммуноглобулиновхия. К этому способствует несколько факторов. Переключение синтеза антител на тип иммуноглобулин Е как раз-таки происходит под действием интерлекина-4. Кроме того, большая концентрация интерлекина-4 приводит к блокировке дифференцировки Т-лимфоцитов в сторону Т-хелперы-1. На тучных клетках под влиянием интерлекина-4 увеличивается экспрессия рецепторов FCY-рецепторов, это рецептор к иммуноглобулину Е. Сам же синтез иммуноглобулина Е контролируется этими рецепторами. Наиболее важным регулятором являются именно низкофильные формы ФСР-рецепторов. Под действием интерлекина-4, Б-лимфоциты и тучные клетки сами начинают продуцировать растворимые молекулы FC-рецепторы, которыми являются CD23-белки. Эти растворимые FC-рецепторы, то есть CD23-молекулы, связываются с CD21-рецепторами Б-лимфоцитов и активируют переключение синтеза антител на изотип иммуноглобулина Е. Также увеличивают пролиферацию Б-лимфоцитов. Здесь на этом рисунке видно, если рассмотрена мембрана тучных клеток с наличием, это комплекс FC-рецептора. И когда антиген повторно поступает, или же иммуноглобулин Е связывается FC-рецептором на поверхности тучных клеток, сигнал передается внутриклеточным процессом. И, как здесь видно, при этом происходит активация каскадных механизмов, которые в дальнейшем усиливают экспрессию генов цитогенов, под влиянием которых происходит синтез цитогенов, то есть тучные клетки сами начинают синтезировать различные цитогены. Также усиливаются процессы фосфорилирования ЛТП, которые вызывают дегрануляцию тучных клеток. На поверхности, на мембране тучных клеток происходит метаболизм фосфолипидов, так как в результате метаболизма арахидоновой кислоты под влиянием различных, с участием различных ферментов циклооксигеназы и лейкооксигеназы образуются такие медиаторы, как простагландины и лейкотриены. Кроме того, в хелпере МИ-2 вырабатываются различные цитогены. В основном преимущественно интерлеген-4, который аутокринно стимулирует образование самих хелперов-2, переключение синтеза классов иммуноглобулинов на цитофильные классы иммуноглобулин Е и G2-4, ранее мы сказали иммуноглобулин А, под влиянием интерлегена-4 также происходит повышение на хелперов-2 экспрессии рецепторов для интерлегена-1, которые передают сигнал антигенпрезентирующие клетки. Также происходит стимуляция размножения и активации тучных клеток, которые синтезируют в свою очередь интерлеген-4 и тем самым аутокринно стимулируют собственную пролиферацию и дополнительное образование хелперов-2. Мы знаем, что многие интерлегены оказывают плеотропные действия. Интерлеген-4, интерлеген-10, интерлеген-13 совместно ингибируют функции макрофагов и хелперов-1 порядка, тем самым подавляют синтез ими всех провоспалительных цитокина. Подавление образования и активности хелперов-1 путем ингибирования синтеза интерлеген-2 и гамма-интерферона. Подавление синтеза интерлеген-12 макрофагов, что снижает образование в свою очередь хелперов-1 порядка. Немаловажным продуктом хелперов-2 является интерлеген-5. Совместно с интерлеген-3 данный продукт стимулирует размножение эсенофилов, являющихся основными клетками-эффекторами противогенминтного иммунитета. Стимулирует синтез иммуноглобулина А. Хелперами второго порядка также синтезируется интерлеген-8, который является химокином, все мы знаем, и привлекает в очаг реакции немедленного типа Т-лимфоцитов и бозофилов. Интерлеген-8 также стимулирует дегрануляцию тучных клеток и бозофилов совместно с интерлегеном-13. Это все механизмы, которые будут присутствовать в первой стадии монологической. В дальнейшем, если в организм будет поступать повторно антиген, он связывается с иммуноглобулином Е, который уже фиксирован на тучных клетках, и этот процесс приводит к активации тучной клетки и секрецию провоспалительных цитокинов, которые мы ранее видели на рисунке здесь. На слизистую оболочку, как это поступает повторно антиген, он связывается фахфрагментами иммуноглобулина Е, который фиксирован на тучных клетках, с рецепторами и все эпсилон-рецепторами, да, и это дает сигнал внутриклеточным механизмам. Активируются кальцевые ионы каналы, через активированные кальцевые канальцы происходят выход цитокинов, таких как тучные клетки сами начинают синтезировать, как мы уже ранее упомянули, различные цитокины, в том числе интерлекин-4, интерлекин-5, интерлекин-6, который усиливает пролиферацию, дифференцировку Б-лимфоцитов. Такие продукты, как GM-КСФ, колонистимулирующий фактор макрофагальный, гранулацитарно-макрофагальный, ТНФ-альфа, интерлекин-5, эзинофильный катионный белок, вызывает воспаление, почерп воспаление макрофагов усиливает, да, хемотакси скелетов и происходит активация факторов, и которые в свою очередь действуют на различные, приводят к развитию различных клинических проявлений. Почему? Потому что ранние и вновь синтезированные медиаторы, они действуют на уже кровеносные сосуды, потому что имеются рецепторы к этим медиаторам. В частности, основной продукт гранулы тучных клеток это гистамин, так как гистаминовые рецепторы широко расположены в эндотелии сосудов, а также в слизистой оболочке дыхательных путей. Продукты метаболизма арахидоновой кислоты, такие как ликотриены и простагвандины, к ним имеются рецепторы на плактномышечную мускулатурию дыхательных путей, а также в кровеносных сосудах. Таким образом происходит развитие клинических проявлений аллергических или гиперчувствительности данного типа, то есть немедленного типа. и будет развиваться уже третья стадия гиперчувствительности. Вот так вот медиаторы воспаления, связываясь с тканевыми рецепторами периферических тканей, приводят к развитию клинических проявлений. Клетками и мишенями атопических реакций, мы ранее говорили, что являются тучные клетки пазофилы, они являются мишенями первого порядка, кроме них и участвуют атопические реакции, такие клетки, как эзинофилы, моноциты, нитрофилы, тромбоциты и лимфоциты. Немножко остановимся на эзинофильных клетках и их продуктах. Эзинофильные клетки, мы знаем, гранулярные ликоциты, в своих гранулах богаты различным продуктам, в том числе эзинофилы выделяют противовоспалительные продукты, как ариоцульфатаза, который инактивирует медиаторы, которые вырабатывались или выделялись тучными клетками. Так вот, ариоцульфатаза инактивирует ликотреиены, тем самым контролирует развитие гиперчувствительности данного типа, немедленного типа. Гистаминаза и гистаминметилтрансфераза, есть такие ферменты в гранулах и зинофилах, которые инактивируют действия гистамина. Фосфолипаза D инактивирует фактор агрегации тромбоцита. Таким образом, эзинофилы оказывают противовоспалительные действия. Но в гранулах эзинофилов содержится большое количество различных протеинов. Основной большой протеин эзинофилов и эзинофильный катюнный белок являются цитотоксическими белками и оказывают цитотоксические действия клеткам, в том числе эпителиальным клеткам бронхов. Эзинофильная пероксидаза оказывает цитотоксическое действие против вирусов, бактерий, паразитов, криков, опухолевых клеток. Кроме того, данный продукт вызывает дегрануляцию самих тучных клеток, разрушает рецепторы на нитрофилах, инактивирует ликотриены, привлекает макрофагов в очаге спаления, связывает с упухолевыми клетками и помогает макрофагопосредованному цитолизу. Эзинофильный нейротоксин цитотоксичность оказывает против шестосом паразитов. Эзинофильный лизофосфориелаза и зинофильный протеин, которые также являются цитотоксическими протеинами. Эзинофильные клетки также сами выделяют медиаторы провоспалительные. Это фактор активации тромбоцитов, ликотриены С4. К этим продуктам больше всего рецепторов гладкомышечной мускулатуры бронзов и в сосудах. Таким образом, под влиянием данных продуктов происходит промоконстрикция, повышение проницаемости сосудов. Специфическая коллагеназа разрушает коллагены типа 1 и 3. Также есть кислородные радикалы. То есть, таким образом, суммируя действия различных факторов эзинофилов, мы знаем, что эзинофильные ферменты играют роль в развитии поздней фазы аллергической реакции. Продукты эзинофилов повышают проницаемость слизистые и нарушают ее осмолярность. Таким образом, влияет на аферентное окончание нервов и увеличивает высвобождение нерапептидов, то есть субстанции ПД. И это оказывает констрикторные действия на гладкомышечную мускулатуру. То есть, вызывает спазм гладкомышечной мускулатуры внутренних органов. Продукты эзинофилов вызывают дискломацию и дисфункцию клеток дыхательного эпителия. Это приводит, в свою очередь, к потерю релаксирующего фактора, продуцированного эпителиям, и развивается гиперчувствительность в складках мышц бронхов. Все эти механизмы приводят к развитию клинических проявлений. Мы ранее говорили о продуктах метаболизма арахидоновой кислоты. Арахидоновая кислота метаболизируется двумя путями, известно. С участием фермента цикла оксигенации превращаются в продукты простагландины, и под влиянием ферментов липоксигеназы предшественники лейкатриенов образуются. Простагландины Е2, известные Ф2, Л2, тромбоксан А2, простагландин Д2. Простагландин Д2 преимущественно оказывает бронхоконстрикторное, то есть вызывает бронхоспазм. Простагландин, генерирующий фактор анофилоксии, и тромбоксан В2, они также обладают синергичным действием с простагландином Д2. Лейкатриены. Лейкатриены могут быть известны С4, Д4, Е4, Д. Их все называют медленной реагирующей субстанцией анофилоксией и оказывают действие на гладкомышечную мускулатуру дыхательных путей, констрикторные действия усиливают отделение слизи и стимулируют цитатоксические действия эзинофилов на геременты. И таким образом первый тип гиперчувствительности клинически проявляется бронхиальной астмой, то есть атопическая бронхиальная астма, атопические риниты или называют аллергическими ринитами, конъюнктивиты, ангеневротический отек, так называемый, на коже могут также проявления крапивницы, атопического дерматита или аллергическим зудом называют так же. И при системных проявлениях это может проявляться анофилатическим шоком. Мы на сегодняшний день закончим нашу лекцию первого типа гиперчувствительности. Остальные типы гиперчувствительности слушайте на наших следующих реакциях.